Вот. И я написал про ссылку. Всегда пожалуйста, Катерина, ура. Я написал про ссылку сегодня утром, где дал ссылки на все записи. И написал, что вот, Филипп написал, что типа вот ответьте ему. Ну, Катерина ответила. Отлично. Спасибо большое. Всегда пожалуйста. Вот. И, в общем, если честно сказать, то мне вчера не то, что не понравилось. Ну, можно сказать, что не понравилось. Потому что, ну, как-то я хотел вообще оттянуться хорошо. То есть, я как бы собирался, ну, прямо вот, прямо вот так вот, чтобы от души. А получилось как-то, как вот, как на лекции, ну, как обычно. То есть, такая ерунда получилась. Типа что-то нудил, нудилчик такое. Вот. И ничего такого особенного, к сожалению, не было. Вот. Хотя, хотелось прямо, хотелось. Ну, может быть, я потом когда-нибудь расскажу вот то, что именно, что хочется прямо рассказать. Потому что всегда кажется, что надо как-то подстроиться под тему, под вопрос. Выглядеть красиво там, прилично в смысле. Вот. Как-то так хорошо. А до болинги? Не. А болинги не совсем. А болинги, Григорий? Не совсем. Скорее, ну, знаете, вот такая вот, типичная такая. Шучу, да. Об Ольге вообще не думал. Вообще. Наоборот. Наоборот. Если и думал, то думал, если уж совсем так прям, совсем, совсем честно, то я считал, что хотя бы в день рождения можно оттянуться. То есть, вот, именно прямо вот пообщаться с теми, кто хочет со мной пообщаться. И так вот, на очень полезной темы. И даже от души. То есть, я вообще думал, что там до вечера. Вот. Но потом-то поджался до пяти, до четырех. И мы, по-моему, в три закончили. То есть, это, конечно, ну, не получилось. Потому что этот, вот этот боулинг, который, вот, он как бы мешал. Он мешал вот сделать как надо. Сделать вот прям вот так, это хорошо. Потому что надо было закруглиться, надо было что-то там закончить. Был срок, там, заглядывали, ждали. Вот. А хотелось... Ну, в общем, это я когда-нибудь другой раз сделаю, когда совершенно буду свободный. Вот. Понравилось? Волинга Людмила пишет. Да, первый и, наверное, последний раз в жизни. Ну, понравилось. Очень понравилось. Нас было пять человек. Жена, дочка, друг и подруга. И я. Пять человек. Здравствуйте. Да, здравствуйте все, кто подключился. Вот. И... Ну... Кроме дочки, все остальные заметно старше меня. То есть, я-то вроде уже старичок, да, 50 лет там. А они так... Так вот... Дочка хуже всех кидала. Там же все это... Ну, знаете. Кто знает, тот знает, да. А кто не знает, это я не объясню. Там табло, там все это... Все записаны. У каждого по... По порядку бросаем. Кто в кого попадет. В общем, полностью все. Я сбил один раз. А вот, так сказать, мой друг, который, ну, тоже старичок настоящий, вот, хотя он тоже в это не верит, вот, так он сбил полностью все три раза подряд в конце. Так, что тут... Вот, поэтому... Ну, ладно. Так, давайте, как всегда, опять вернемся в эти наши рамки приличия. Вот. Ну, в общем, понравилось. Мы успели в два дела сделать ветером. Точнее, три дела. Ну, хорошо поесть, это понятно. Вот. А потом мы еще сходили вот на боулинг. А перед боулингом мы еще ходили в такие очки. Так, надеваешь на себя такую маску. А там внутри у тебя таких два телевизора. И ты смотришь где-то там виртуальная реальность. Это как вот 3D, 5D, 7D телевизор. Но ты еще можешь смотреть вверх. И тогда видишь то, что сверху. Можешь смотреть влево, видишь то, что слева. И там разные тоже аттракционы, программы. Там тебя можешь качаться, можешь ездить, можешь там что-то путешествовать где-то. Вот. И... А есть такие, где ты поворотом управляешь. То есть ты ездишь там на каком-то мотоцикле. Ты вот поворотом управляешь движением этого мотоцикла. Вот. Ну, я простенькую выбрал. А вот дочка и мой друг, они выбрали свою самую страшную. Ну, это видео, конечно, бесподобное. То есть там ржешь просто без остановки. От страха, наверное. От смеешься от страха. Да, коллеги. Вот. Таким образом. Все опраздновали. И... Ну, давайте вернемся, наверное, к нашим этим баранам. Потому что если формально все-таки что-то следовать... Как раз... А, ну ладно. Вопроса нет, но я отвечу на незаданный вопрос. Как раз я думал о следующем вебинаре. Потому что я с 29-го уезжаю в отпуск. На две недели. И примерно с 1-го по 10-е хочу сделать такой вебинар, который... Ну... Еще хуже. То есть такой вообще хулиганский. Я хочу сделать гидрологические расчеты от дилетанта. То есть гидрологические расчеты от не специалиста. Гидрологические расчеты рассказать тебе. Вот. Имени того, который не имеет права это говорить. Если я в какой-то мере чувствую, что я по русскому процессу могу что-то такое дать. Чего вообще? Вот это да. Вот это я могу, наоборот, похвастаться. Что по русскому процессу даю такое, что никто. В России не дает. В русскоязычном пространстве никто не дает. Какое-то... Хотя, может быть, это известно. Но оно известно разным людям. Как-то хаотически. Да еще как-то подспудно. Человек может себе не отдавать отчет, что он понимает вот это в русскоязычных процессах. Но делать. Потом думать. Ой, наверное, там вот великие как-то это по-другому делают. А я общался со всеми. Я в своей жизни занимался только русскоязычными процессами. Вот. И работал в один русскоязычных процессах 10 лет. И сейчас вот генеральный директор фирмы под названием «Русловые процессы». Вот. И изыскателем работал. И гидрографом еще немножко работал. Ну, все это под русловые процессы. И общался. Общался и с сельмяжными, и с новичками, и с опытными, и с экспертами. Я обалдел. Есть куча экспертов, которые у меня спрашивают. Несколько экспертов. Сертифицированных. Они у меня спрашивают. Типа. А вот как тут? Как тут по русловым процессам? Я им простые вещи, ну, вроде бы простые вещи рассказываю. А они их не знают. Вот это удивительно, коллеги. Ну, неудивительно, это, ну, это должно быть удивительно, потому что это нехорошо, это нонсенс. Но вообще-то это обычно, коллеги. Будьте готовы, что по русловым процессам никто ничего не знает. Вот. Так я вот к тому, что по русловым процессам я могу рассказать. Я рассказываю то, что полезно. И в какой-то мере могу это рассказать еще полезно по гидравлическим расчетам, по речной гидравлике. И даже совершенно ненужную никому вещь, это гидравлическое моделирование. Не математическое, а такое физическое гидравлическое моделирование. Тоже могу рассказать. Вот. И уже всякие-всякие там рассказывал всякие вещи. Вот даже, пожалуйста, там взаимоотношения сейчас что-то решил рассказывать. Не просто, а потому что пообщался, пообщался с проектировщиками. и понял, что вообще мы должны знать, как изыскать или как с ними общаться. Вот. И теперь, в общем, совсем раздухарился, и вот решил с 1 по 10 июля сделать гидрологические расчеты. Ну, в общем, посмотрим, что из этого получится. Я думаю, все произойдет очень хорошо, потому что придут те, кому надо. Ну, и я кое-что и дам такое практичное. Надеюсь. Вот. Ну, а кто не придет, тем и не надо. А кому не надо, те не придут. Вот и все. Итак, коллеги, значит, мы с вами в рамках вот этого вот вебинара. У нас сейчас, по-моему, там какая-то шестая встреча. И осталось немного, потому что завтра, вторник точно не будет. В среду почти что точно будет, ну, точно будет. И в среду мы продолжим вот все, что сегодня не договорим. Потом в четверг не будет, потому что я в сротом иду. А в пятницу, скорее всего, тоже не будет, потому что полевые, похоже, едем. И, скорее всего, может быть, сделаем в субботу. Вот самую-самую-самую-самую неудобную субботу делаем. Вот. Потому что в понедельник я уже уезжаю. И все. И тогда мы этот вебинар закроем. Скорее всего, у нас останется еще среда и суббота. И сегодня. Вот. Что мы рассмотрели? Мы рассмотрели уже общие какие-то такие вещи. А потом еще довольно хорошо-то какие-то там пунктиры, мы показали, кто такой проектировщик. И очень хорошо, что потом как раз следом был вопрос, кто такой эксперт. И очень удачно получилось, что мы их сумели противопоставить. Показать, что... Продолжение следует...